я когда показывала вам вчера свою новую кухню друзья я показала свои растения и вот у меня многие спрашивают а что за удобрение вы так валите от которого у вас растут вот так вот сильно суккуленты я хочу показать вот она я уже его показывала но даже не буду вам искать где это было и когда вот так называется удобрение чуть-чуть наливаете чайную ложку на на литр по моему или даже больше ну в общем там все описание есть я пока не пугайтесь только пожалуйста друзья это я вам показала какая у нас ветреная погода февральская наступила вот пожалуй в феврале наверное самый противный здесь сезон нам осталось месяц переждать и потом погода будет нормально поэтому сегодня я хочу с вами покататься на автобусе двухэтажном вы посмотрите в окошко на красивые виды нашего острова а я хочу ответить на вопрос одной моей зрительницы а ее зовут марина ильина она написала очень обширный комментарий ну и в частности задала вопрос вот комментарий я вам немного зачитаю то что мне понравилось а вот марина пишет если вы хотите увеличить число подписчиков то пишите больше клубнички за 60 плюс а мартин и так далее будет вскоре у вас и стоп подписчиков 100 тысяч и выше гендерная тема тема личной жизни вызывает гораздо больше интерес к сожалению скобочках чем история острова страны в целом или что вы там сделали со своей кухней ну я вот тут конечно согласна я же это тоже мариночка вижу что вот действительно вы дальше пишите ваше видео нужен ли мужчина женщине за 60 имеет миллионный просмотр вот и задумайтесь так я задумалась уже давно но понимаете какое дело тут не все так просто марина я не буду вдаваться подробности но иногда в топ и выходят такие видео которых вы даже представить не можете вот у меня например 700 тысяч тоже огромное количество просмотров имеет видео совершенно неудачно как живут бедные в англии но вот наверное заинтересовал людей вот этот вот заголовок такой броски тут по всякому бывает а бывает что вообще видео проваливается и хорошая вроде бы но в основном конечно вы правы марина я об этом знаю и давно уже задумалась вот еще вы пишите что вы хотели бы услышать как другие мои русскоязычные друзья оказались на острове как уезжали с какими трудностями пришлось столкнуться как привыкли не жалели ли об отъезде ну и так далее я очень часто вспоминаю пересматриваю сюжета сандрин ее чудесный дом сад каменную террасу фонтан по-настоящему дом мечты и такие сюжеты для меня лично имеют сильную мотивацию до марина я думаю о том что я наверное расскажу вам и еще несколько историй моих здесь друзей моих знакомых которые живут на острове это будет конечно же это сделать не трудно что касается сандрин я хочу просто сейчас конкретно остановиться и рассказать об этой чудесной женщине те кто еще не видел мою экскурсию по дому сандрин огромному викторианскому видео вам пожалуйста вверху всплывет посмотрите насладитесь этим замечательным домом по поводу сандрин хочу сказать что вот к сожалению в прошлом году осенью сандрин со всей своей семьей опять уехала в гонконг они уже там жили пять лет это ее муж по работе он очень востребованный юрист и по работе вот они там прожили сандрин просто в восторге всегда была от этого города она рассказывала как там здорово и странно для нее например было то что в этом гонконге не только китайский язык является основным но также и английский она говорит что почти 50 на 50 как допустим в канаде французский и английский сандрин говорит что теперь получается у них они живут на две страны и как ни странно эти страны не франция и гонконг как оказалось бы а вот именно франция и англия потому что вот работа заставляет мужа двигаться туда и туда ну а сандрин с детьми следует за ним конечно же и поэтому вот кстати она тогда в колледже когда они жили в очередной раз здесь на острове white она училась в колледже english language for foreign people английский для иностранцев именно там в колледже мы с ней и познакомились и вот кстати сейчас вам покажу у меня фотографии здесь сохранились это лето 2012 года боже почти 10 лет назад и вот у меня немного сохранилась фотографий когда мы праздновали вот видите две у нас таких красавицы на первом плане с плакатиками канграде лейшин написано поздравление они получили сертификаты по моему уровня b1 тогда эти были сертификаты и почему только они вдвоем потому что вы знаете после окончания вот годового вот этих курсов наших на которых мы учились все нам предложили если вы желаете получить этот сертификат вы должны сдать экзамен очень серьезный и заплатить по моему что-то такое порядка 150 фунтов вот за такой сертификат мы остальные решили что нам этот сертификат не нужен нам просто нужно знание языка а вот этим девочкам вот это ламай кстати первая на той тайланд к тайка а вторая с этим плакатиком это румынка не помню к сожалению имени и здесь не вся наша группа только семь человек которые пришли на вечеринку вот девчонок поздравить это мы находимся в доме нашей преподавательницы она англичанка которая прожила всю почти свою жизнь в канаде вот она там стоит рядом со мной слева в полосатой такой маечки как кот матроскин и вы видите также сандрин в самом центре вот она хохочет белозубая улыбка вот в беленькой футболочки высокая женщина темненькая это итальянка она приехала работать в англию и она и по сей день работает в ресторане в городе райт с итальянской кухней мы с ней иногда встречаемся видимся она вы знаете ей нравится здесь жить вот она уже тоже английский более-менее нормально знает потому что как вы знаете все таки европейцы они как-то склонны быстро очень изучать европейские языки и она снимает здесь квартиру живет одна вполне все устраивает ее крайняя справа это испанка она приехала с мужем с испанцем тоже и как бы семьей они приехали сюда на заработки по-моему они работали где-то в тоже в обслуживающем каком-то секторе точно не знаю ну и кто здесь еще вот рядом со мной малюсенькая женщина темненькая вы видите это малазийка она делала массаж их тут много очень малазийцев тоже на нашем острове они работают специальный массажный салон и вот она тоже по моему замуж вышла за англичанина ну и вот это вот женщина с плакатиком в руках среди не в центре это ля май она тайка ей здесь на этой фотографии всего 18 лет и она приехала так как вышла замуж за англичанина англичанин ее муж как вы понимаете тоже старший ее почти на тридцатник и вот она родила маленького мальчишку они с мужем живут тут неподалеку от меня тоже в городе райт снимают жилье как это чаще всего бывает но сейчас ей уже 28 и ребенку и и уже 10 лет я их видела как-то она вела мальчика в школу отводила но вы знаете расспрашивать я не слишком близко с ней она понимаете ровесница моей дочери и какие-то разные взгляды поэтому я рассказываю только то что знаю я спрашивала у нее как ей живется ну что она может рассказать о жизни с мужем не могу ничего я тут передать а вот то что она не собирается уезжать в таиланд это уж точно она много раз об этом говорила ей нравится здесь вторая женщина на фотографии это румынка как я сказала и она приехала тоже на заработки сюда у нее к сожалению как она рассказывала никакого особо образования нет и она работала в доме престарелых ухаживала за пожилыми англичанками работа ее вроде бы как тоже устраивала она также снимала здесь комнату и говорила что уже в румынию возвращаться она не очень хочет там она развелась с мужем и здесь она ищет себе также компаньона для совместной жизни лучше бы богатенького англичанина как она говорила ну видите женщины всех стран наверное как-то где-то даже похоже вот больше дальше мы с ней как-то не пересекались как дальше сложилась ее судьба я не знаю вот здесь еще вы видите и их поздравляет вот как раз наша преподавательница это англичанка которая прожила основную часть своей жизни в канаде в английской части канады вот и вот у них такой огромный красивый дом у них нет детей она живет с мужем с англичанином также вот они вместе там жили в канаде и вместе вернулись назад ну они как бы адаптировались здесь сразу как вы понимаете что говорить уж англичане есть англичане друг другу они относятся очень хорошо она такая приветливая очень и вот она искала новых друзей заводила новую дружбу здесь по моему даже с кем-то из наших с колледжа женщин подружилась и вот она кстати предложила встретиться у нее в доме у них огромный дом нам встретиться и отметить вот это наше окончание колледжа эта идея всем понравилась и пришли в общем-то все кроме вот группы китайцев которые как я сказала уехали раньше остальные были все очень рады что их пригласили и вы знаете так интересно еще получилось что мы решили а что как мы будем стол накрывать и я не помню кто-то предложил а давайте мы так как у нас здесь сборные люди со всех стран и даже с разных континентов а давайте мы попробуем чтобы каждый принес какую-то свою вот кухню своей страны то что ему нравится знаете это было у идея на ура принято воспринято всеми и что случилось потом вы не представляете друзья нас пришло на эту вечеринку 9 человек вот 7 человек все которых вы увидели на фотографии а вот двое к сожалению всего лишь двое парней которые у нас были они все время ходили курить и вот они не попали ни разу на фотографию по крайней мере вот на те фотографии которые у меня есть в наличии там один красавец итальянец просто красавец высоченный бесподобный и второй был поляк ну тоже такой нормальный вполне тоже очень общительную но им где-то еще по моему тогда не было и 25 вот и вот я что хочу сказать что вот все эти 9 человек принесли не просто по малюсенькой там какой-то тарелочке еды а все настолько расстарались что все притащили огромные просто кастрюли и сковородки вот вы видите я сфотографировала это всего лишь навсего только один из вот таких вот столов которых всего было шесть и мы устроили что-то типа шведского стола потому что вот на самом деле уже поставить что-то на один общий стол не представлялось возможным вот вы видите здесь в огромной сковородке это ризотто с морепродуктами итальянцы принесли вот как раз два ее не следу огромную сковородку два мужчины вы не поверите дальше у нас там была лазанья сандрин приготовила чудеснейшее мясо по-французски вот что-то такое лама из таиланда она что-то такое приготовила из курицы тоже как-то ее там очень вкусно соусом запекла бесподобно дальше малазийка она сделала знаете какой-то суп такой на очень густом бульоне типа хаш вот если кто-то знает как готовится горячий тоже очень вкусный невозможный вот я хотела если вы спросите обо мне что про русскую кухню я стала думать ну естественно сразу мне пришли блины на ум и вот вы видите здесь кстати вот слева в углу стоят на подносики на сером блины но вы знаете это не мои блины потому что когда я сказала что я наверное приготовлю блины мы же все это еще согласовали чтобы не было повторения все записали кто что принесет и я сказала блины но вот меня перебила румынка она сказала что ой нет нет я блины хочу сама приготовить у меня очень вкусно получается ну и я тогда думаю господи но мне же что я почему-то решила остановиться на винегрете говорю ну давайте тогда я сделаю винегрет потому что я вижу что такие все мясные какие-то были в основном блюда что никаких особенных салатов то и не было я решила ладно сделаю тогда что-то попроще я сделала винегрет вот на столе если вы обратите внимание в таком высоком белом блюде стоит мой винегрет украшенный помидорчиками и огурчиками сверху и вы знаете пир наш удался на славу по поводу напитков выпивки это с предложила хозяйка дома с мужем наша преподавательница она сказала что напитки будут от нас и вы знаете так как они конечно с мужем жили очень хорошо то там она предложила нам замечательные вина в баре тоже стояла это все каждый подходил и наливал себе что хотел и у них был такой шикарный портвейн которого я потом уже никогда и не пробовала это принес специально какую-то коллекционную бутылку портвейна ее муж но и он сидел с ней в обнимку он он наливал только по чуть-чуть потому что к по моему портвейн этот был очень дорогой но и конечно же я попробовала тоже я вкус до сих пор помню бесподобный был а что касается еды то вы знаете там по моему даже чтобы просто попробовать каждое из блюд это наверное не хватило бы желудка ну вот я смогла попробовать по-моему то ли три или четыре всего лишь навсего по этих предоставленных разных блюда хозяйка дома очень сокрушалась что куда же ей все это и как это теперь и просила всех забрать вот недоеденная назад собой но никто конечно же не взял все скромно отказались потом когда она сказала приходите завтра доедать то как бы тоже все так немножко по помялись и решили что ну нет мы надоедать не будем все люди воспитанные культурные но и она тогда сказала наверное можно если я с вашего позволения просто своих соседей в общем то покажу и накормлю ну и мы конечно все согласились и потом она нам перезванивала всем и рассказывала что она накормила не только всех своих близких соседей но почти всю улицу всем по чуть-чуть отнесла и все были очень довольны и рады вот так мы отпраздновали я помню это было ну незабываемое такое событие впечатления остались до сих пор мы конечно же когда расставались все обменялись телефонами у меня все эти телефоны кстати сохранились но вы знаете получилась такая история что я ведь тогда замужем была а муж мой он как-то не приветствовал мои знакомства он относился к этому я не скажу что нейтрально он вообще от это относился плохо моим друзьям особенно иностранным он предпочитал чтобы я ходила вот только с ним на какие-то корпоративные вечеринки и общалась только с его друзьями ничего я не могу по этому поводу здесь прокомментировать но вот так было и я тогда старалась как-то знаете с ним не спорить я старалась делать так как он желает вот ну соглашалась совсем до определенного момента скажем так но тогда это был только второй год нашей совместной жизни и я смотрела ему в рот соглашалась на все ну и вот я не стала продолжать все эти свои общения тогда а потом когда вот умер уже мой муж 2016 году я вот с кем встречаюсь с тем общаюсь вот с андрин у меня осталось вот ляма и вот тайка тоже мы с ней иногда встречаемся остальных я просто потеряла ну а сейчас просто знаете звоните говорить здравствуйте вот прошло десять лет я о вас вспомнила давайте дружить уже наверное будет тоже как-то не ко времени и совершенно не нужно хотя вот я сейчас даже знаете пожалела что я не поддерживала отношения с некоторыми женщинами очень как-то они были все дружелюбные очень общительные возможно что сейчас бы мне это общение и не помешало а сейчас у меня остались в основном только русскоязычные здесь знакомые я не могу их назвать друзьями понимаете это просто хорошие знакомые потому что друзей у меня всего лишь два человека по жизни и они остались конечно же в той жизни в россии мы общаемся общаемся по телефону по скайпу по ватсапу почти каждый день переписываемся вот это я считаю мои друзья а здесь просто хорошие знакомые какие-то вечеринки тоже вместе и вот party иногда я вам показываю барбекю наши встречи но в основном когда я делаю свои видео я делаю это одна потому что понимаете просто гулять по улице и заниматься съемкой когда рядом идет один человек уже у меня была такая история когда я чуть было не потеряла мартина из-за этого ну и потом кому же это понравится хотя у меня очень много есть видео таких где я встречаюсь со своими друзьями и даже беру у них интервью кто на моем канале давно все это видел и знает я надеюсь что тоже дальше будет у меня какие-то вот такие вот встречи общения и разговоры хотя не многие соглашаются делать свои репортажи на камеру те кто хочет увидеть мои интервью с моими друзьями и знакомыми здесь то пожалуйста откройте плейлист называется анонсы интервью и там вы найдете все эти видео очень легко я надеюсь что я ответила частично на вопрос марины и на ее пожелания но все равно я возвращаюсь опять я не могу не говорить и об англии и о том что происходит здесь у нас на экране хотя бы даже вот смотрите друзья на всем протяжении сколько мы едем по нашему острову мы проезжаем города деревушки и все вы видите в основном одноэтажные и двухэтажные стоят дома почти ни одной многоэтажки вы не увидите но вот максимум четыре этажа наверное можно здесь встретить а в основном дома вот такие вы знаете мне например это очень нравится вот эти высотки человейники которым мы привыкли и которые населяют в основном наши города но вы помните иронию судьбы или с легким паром как начинается этот фильм когда показывают везде одинаковые вот эти застройки одинаковые планировки кому-то может быть нравится и устраивает их вот здесь в мегаполисах таких как лондон например тоже есть огромные многоэтажки а вот вообще-то англия еще раз хочу вам повторить она именно состоит из вот таких малюсеньких городков и деревушек и у нее жизнь не скапливается только в огромных мегаполисах англия заселена ровно и вот такая вот в основном у нее структура в которой проживают люди здесь англичане предпочитают жить ближе к земле имея свой дом имея свой садик я помню когда-то тоже я удивилась когда только приехала сюда в англию и я спросила своего мужа почему здесь нет высотных домов что почему вот так вот только такие все одно двухэтажные можно было бы построить где-то на берегу моря высотные дома он сказал а зачем я не понимаю а кто согласится там жить в этом высотном доме кому же это понравится я вы знаете немножко тогда даже опешила и на самом деле вот абсолютно разное восприятие жизни и разный менталитет у них получается что кто же там согласиться жить каждый хочет жить на земле имея свой сад и свой участок а еще поразило меня то что знаете несмотря на то что многоэтажек то здесь и нет но как-то всем хватает места и хватает места и для дома и для сада для участка большого хотя англия вроде бы кажется такой малюсенькой совершенно малюсенькой страной разве можно сравнить по величине англию и россию но вот в россии наверное по пальцам можно перечесть тех кто имеет свой дом и свой сад а большинство продолжает жить в многоэтажках в квартирах как вот я например жила в свое время в архангельске на десятом этаже наверное есть о чем подумать и поразмышлять ну а на этом друзья я свое видео сегодня заканчиваю на сегодня у меня больше новостей нет для вас еще увидимся пожалуйста берегите себя всем здоровья всем хорошего настроения пока пока пока